Сегодня 22 июня 2015 года. Детский православный лагерь уже спит, уже на улице темнеет. Сейчас уже 21.46, то есть без 15.10 уже. На кухне сёстры там сидят ещё. Смотрите. Вокруг Юпитера видны спутники. Мне показалось, что два там, а два за ним. Я с детства любил астрономию, наблюдал за планетой. У меня этот телескоп со школы, я сам с Гелёвки, с села Гелёвка. А Венера, это она рядом, можно показать. Юпитер этот тусклый, он очень далеко. 700 с лишним миллионов километров от Солнца. То есть от нас примерно 600, наверное, от Земли. А Венера, она ближе всего. Вот она яркая Венера. Но она меньше размером. А Луну хорошо в телескоп видно. Он раз, может быть, 30. А смотри, как в видеокамеру она виднеется. Ну это сейчас ты на Венеру, да? Да. Ну это резкость слабая очень. Вот, а Луну попробуй наведить близко. А она тоже что-то раз... Это расплывчик-то будет, да. А у нас такой расплывчивости нет, телескоп. Не получается, он настроит, он всё равно шатается. Ну давайте я настрою, потому что у нас опыта нет. Вот сделали деревянную подставку самодельную. Юные астрономы. У нас дело в том, что... Запомните мои слова. Приеду домой, куплю себе тоже. Надо было на день рождения просить телескопа везти его сюда. А я попросил кристаллы вращивать. А мне повезло, мне можно ещё... Маленько ножку это... Я-то он не попросил. Маленько ножку это... Маленько ножку это... У нас есть милый механизм, милый техник. Ну и там можно купить такую штуку с лёгкостью. Ну там тысячу штуку с лёгкостью. Телескоп. Телескоп. Я-то не сильно увеличил, а молнии блестели. На Луне молнии нет, там атмосферы нет. А здесь молнии блестели, он догадался, что... Есть атмосфера. А сейчас видно молнию? Нет, а он слабо увеличивает. Это как бы она в виде месяца. Вот посмотрите, только не трогайте, она легко вы можете. В виде такого месяца небольшого, потому что солнце освещает один край, а другой нет. Ого, красота. Да, ну я с детства, начиная со второго или с третьего класса, рос в неверующей семье, рассматривал звёзды, зарисовки делал. И у меня есть дневничок такой, видел Юпитер такого-то числа, такого-то года. И прям зарисовка Юпитер и спутники. Вокруг него много спутников, но четыре самые большие. И они видны, бывает, в ряд такие выстроены. А бывает два или три видно. А остальные, они вращаются вокруг него и прячутся за него. Вот такое дело. А Сатурн, он ещё дальше Юпитера, он маленький, но кольцо видно. Да, Сатурна сейчас нигде, не знаю, не видно. Вот на протяжении долгого времени вот эти две планеты видны. Венера и Юпитер. Если бы Юпитер был на расстоянии от Венера, он был бы большим шариком. А если бы как-то Луна, он бы полнеба, ребята, занимал бы. Гигантские там такие, красное пятно на нём. Это мы сейчас на какой смотришь? Мы сейчас на Венеру. Она самая ближайшая. Она очень похожа на Землю. Размером она немножко меньше Земли, но атмосфера там настолько плотная. Туда аппараты летали наши, советские аппараты. Но атмосфера настолько плотная, и там дышать невозможно. И жарко. 400 с лишним градусов. И вот аппараты посылали, и они снимали только несколько, может, минут, может, там десятков минут. А камера потом плавилась, всё. Потому что жара такая сильная. Я читал много о планете. Кто видел? Ну вот так, ребята. Спасибо Христос. Слава Богу. Ну вот днём можем, правда, изображение будет перевёрнутое. Телескоп получается перевёрнут. А днём можем посмотреть, что-нибудь ещё. Вон там какие-то огоньки. Может быть, поезд идёт, а может быть, нет. Да, вот так поводится, наверное, вечер в лагере Стане. Вот это вот вам видно. Спасибо. Спасибо.